Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова в преддверии Нового года в ожидании предновогодней суеты предлагает создать свое настроение и познакомиться с сказочной повестью Андрея Жволевского и Евгении Пастернак «Правдивая история Деда Мороза». Конечно же, Новый год – это сказка. И она не только для детей, но и для взрослых. Этот праздник связан с надеждами, и у каждого человека они свои. Но все они связаны с благополучием, успехом, со всем, что делает нас счастливыми. Самые маленькие читатели будут с удовольствием рассматривать красочные иллюстрации. Ребята постарше, несомненно, заинтересуются сюжет повестью. Они с упоением будут следить за приключениями главного героя, но взрослые вспомнят то, что так дорого сердцу каждого. Своё детство, молодость, первую вёлку, рассказы родителей, игрушки, о которых когда-то мечтали, шоколадные конфеты на праздничном столе. Книга Андрея Швелевского и Евгения Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» была награждена почётной грамотой на Всероссийском конкурсе произведений для детей и юношества «Алые паруса». Действие повести охватывает целое столетие. В воле случая инженер-путеец Сергей Иванович Морозов раз в году превращается в Деда Мороза. Вместе с ним мы проживаем в XX век и вступаем в век XXI. А перед нашими глазами проходит история нашей страны, яркая и мрачная, победная и трагическая, знакомая и незнакомая. Всё начинается в 1912 году. И то, чего просто-напросто не замечали вокруг себя люди в XX веке, и что так интересно нам, их потомкам, оживают на полях этой книги. Как пили чай, чему учились в гимназе, как одевались, о чём ездили, какие конфеты ели. Читатель заглянет в прошлое, своими глазами увидит самую настоящую конкурс, ламповый приёмник, деревянную мостовую, моровичок и цепелин, игрушки, в которые играли дети 100, 50 и 20 лет назад. В 100 лет до 2012 года продолжается эта удивительная история, правдивая история Деда Мороза. Но и в 2012 не кончается она и вообще не заканчивается, пока живёт на свете самый обыкновенный человек Сергей Иванович Мороз. И пока дети верят в чудеса. Как же начиналась эта история? — Ванечка! — маменька осторожно потрясла Ваню за плечо. — Вставай, гимназию пора! Мальчик тут же попытался укрыться за подушкой. Чья-то сильная, но осторожная рука подняла подушку и густой бас произнёс. — А охли уже проснулись! Столовой безобразничу! Ваня повёл носом и приподнялся на кровать. — Смотри, не успеешь! — добавил бас. Ваня направился в столовую. По дороге, как обычно, убедился, что по квартире очень трудно брызть с закрытыми глазами. Он открыл один и успешно завершил путешествие. В столовой открылся и второй глаз. Наглая охля как раз готовилась заглотить целиком Ванину тарелку с манной кашей. Обычно Ваня терпеть не мог кашу, но сейчас ловко выхватил добычу из охлиной пасти. Охля так и осталась сидеть с открытым ртом. Вернее, лежать, потому что она была нарисована на листе бумаги. — Успел? — спросил знакомый бас. — Доброе утро, дядя Сережа! — сказал Ваня, жадно глотая кашу. Манка оказалась как ни странно вкусной. Дядя Сережа, большой бородатый, присел рядом. Дядя Сережа был не просто дядя, он был самый любимый дядя на свете. Пару раз в неделю, когда у него выдавалось утро посвободнее, он заезжал к своим племянникам. Завтракал с ними, а потом провожал Ваню до гимназии. — Сестра! — крикнул он. — И мне такой каши. — Только тарелку побольше, я тогда Ванюшу обгоню. — Нет! — крикнул Ваня. — Мне добавки. Тогда будет один да один, две. Я больше тарелок не съем. Под шумок мама скормила Ваней противный кисель, но он даже не заметил. Дядя Сережа рассказывал, что видел двух птерков в депо, где служил инженером. — Может, они путешествовать собираются? — сказал он. — На каникулы едут. — Это вряд ли. До Рождества еще два дня. — Дядя Сережа, а ты к нам на елку придешь? — Обязательно. Как же я могу не прийти к своим любимым племянникам? Папа любимых племянников Николай Андреевич Истаков появился в столовой при параде. — Ой, пап, а ты куда? — удивился Ваня. — У нас сегодня в посольстве торжественный обед. А я не успею заехать домой. Доброе утро, Сергей Иванович. — Доброе утро, Николай Андреевич. Мужчины пожали друг другу руки и разулыбались. Они были совершенно не похожи друг на друга. Большой, веселый был огур дядя Сережа и худой, высокий, серьезный папа. Но дети убили их обоих. Только жалели, что дядя живет не с ними. В это утро младшие дети сползали в столовую, но редкость медленно. В отличие от Вани гимназиста, у них утра никуда не нужно было спешить. У них троих. Как летняя Наташа, пятилетнего Коленьки и двухтвилетняя Софья. Еще продолжалось счастливое детство. Отец их так и не дождался. Пошел на службу. Дети, когда появились в комнате, тут же повисли на дяди. Даже Софа старалась сплюнуть с мамой и улыбалась за весь рот. А где мои ухли? Ой, у меня под тарелкой птерк. Где? Дай посмотреть. Вот, он голодный. На тебе птерк ложечку. А чаю хочешь? Это, наверное, самая долгая сказка, которую не играют, сказала Светлана. Мама все ребятни и сестра дядя Сережа. Она все пыталась удержать Софу, который выкручивал с рук. Не надоест же им. Надоест. Другую придумаю. Ладно, всем до свидания. А ты, Ваня, давай быстрее. Если хочешь, чтоб я тебя до гимназии проводил. Ваня одним глотком выпил оставшийся чай. А маленькая Софья, наконец-то, высвободилась из маминых рук и привыкнула к любимому дяде. Обняла его за ногу и заулыбалась, как сто солнышек. Любит он тебя. Иногда мне кажется, что даже больше любит, чем нас, родителей. Как жаль, что у вас с Машей. Все, мы с Ванюшей уходим. Дядя Сережа решительно встал за стола, закружил Софью, отдал на руки мамочке и вышел из комнаты. Светлана испуганно притихла. Кто ее дергал за язык? Зачем еще раз напоминала, что у Сергея Ивановича и его жены Маши нет детей? На улице Ваня сразу взял дядю под руку и принялся гордо вертеть головой. Глядите, кого ведут. Здесь многие знали Сергея Ивановича Мороза. Да, мы улыбались. Мужчины на ногу прикладывали перчатку, а то и варежку, к шапке. При этом все ежились и кутались. Дядя Сережа, будто ему и мороз не пошел, шел прямо и весело. И Ваня рядом с ним. Отчего-то было совсем не холодно. А нам не морозно, крикнул он. Потому что мы Морозовы, отозвался Сергей Иванович. Повелители Морозов. И от избытка чувств подбросил племянника к синему, как мамины глаза в небо. Вообще-то Ваня был по фамилии не Морозов, но дядю не поправлял. Ему приятно было чувствовать себя повелителем Морозов. Ване страшно нравилось, когда в гимназию отводил любимый дядя. Он по дороге всегда рассказывал потрясающие истории, таких и не услышишь больше нигде. Особенно интересно было, когда Сергей Иванович говорил про город или про работу. К сожалению, от дома на гимназии умещалась всего одна история. Так что тему приходилось каждый раз выбирать. «Давай сегодня про город!» – попросил Ванечка после недолгого колебания. Сказал, сразу немного пожалел. Потому что работа у дяди была удивительная. «Не работа! Мечта любого мальчишки!» Пару раз дядя брал с собой племянника в депо. А там машины всякие, чертежи. И дядя там самый главный. Если что непонятно, все сразу к нему бегут. А Сергей Иванович и не задается вовсе, а спокойно все объясняет. Год назад дядя сводил Ваню на железнодорожную выставку. Выставка эта была совсем рядышком, чуть не в соседнем доме с гимназией. Ваня еле оттуда ушел. Так заворожили его маленькие паровозики и настоящие модели поездов. Казалось, вот уйдут сейчас люди из зала, а из паровозика повалит дым. А еще дядя брал с собой Ваню смотреть на аэропланы. В гимназии все обзавидывались. Правда, внутри аэропланы Ване посидеть не дали. Зато удалось потрогать это чудо, и тучи закрыло. Но лучше всего Сергей Иванович разбирался в трамваях. Такая была его работа – трамвай и обслуживание. Дядя Ваня очень много про трамвай рассказывал. Но, честно говоря, Ваня понял не все. Ну ладно, конка, это понятно, ее лошади везут. А трамвай как едет? Куда лошадей-то запихнули? Или его кто-то за веревочку тянет? От размышлений Ваню оторвал голос Сергея Ивановича. О чем задумался, детина? – Дядя Сережа, а ты трамвай придумал, потому что тебе лошадок жалко. Они как раз переходили к Ирочную улицу, и Ваня наткнулся взглядом на конку. Две лошади тянули переполненный вагон, который подозрительно поскрипывал и потрескивал. Ну и лошадок тоже жалко. А еще с механизмом внутри быстрее получается, чем с лошадками. Ты уж просил сегодня про город. Ваня подумал и кивнул. Тем более, что историю о том, как дядя помогал придумывать трамвай. Узнал уже почти наизусть. Прочитать всю книгу и познакомиться с другими рождественскими и новогодними историями вы можете в Муниципальной библиотеке города Архангельска. Ждем вас с нетерпением.